Все-таки мы вернемся к теме К вопросу Ну хорошо, второй раз отчислили, я понял На самом деле, Миша, мне бы не хотелось После второго раза восстановили? Дважды еще восстанавливали После этого я еще защищал кандидатскую Ну правда защищаться мне пришлось в Ашхабаде Потому что в Москве уже совсем был Но по большому счету мне не хотелось бы Все это ворошить, это все на самом деле неинтересно Все равно поверить в это невозможно Потому что разумной логике Это не подчиняется ни с какой стороны Нет, но это дело принципа Но что я бы хотел, на что бы хотел обратить внимание Когда, Миш, про родителей шел разговор Вот я сегодня смотрю назад в свою жизнь И думаю о своих родителях, особенно о папе Дело в том, что вообще вот эту волну войны с коммунизмом В нашу семью внес мой старший брат Который был еще отказником и диссидентом Еще в семидесятых годах А папа был коммунистом А папа не только был коммунистом Дело в том, что... Я чувствую, что у меня тоже такое Вот И старший брат на момент Олимпиады Передвигайтесь сюда, только из кадра выпадает Старший брат, когда была в 80-м году Олимпиада в Москве Вы помните, что ее бойкотировал весь западный мир В связи с отсутствием прав человека в Советском Союзе Это было связано с Афганистаном И Афганистан, и тогда Советский Союз, пытаясь заигрывать с западом Приоткрыли немножко железный занавес и выпустили пять тысяч отказников И вот в том числе мой старший брат Это было... В 79-е до 80-80-е Выпустили их в 81-м году Потому что заступил на должность Рейган И они Рейгану как знак доброй воли У меня вот в этой группе несколько знакомых Это вот уехал мой тогда старший брат Но поинт не в этом Он не учится в эту связь? Нет Значит, но поинт заключался в том, что еще даже с конца 70-х годов На нашей семье уже понятно было ермо Или ярлык, или как там это, лейбл Что мы такие неблагонадежные И я могу себе представить Вот, я хотел об этом сказать А папа мой был нормальной производственной этой системы То есть он был коммунист Он военный был много лет Он был моряк Он, как вы помните, на войну, когда пацаны убегали Мальчишки врали со своим возрастом Их брали на войну А потом собирали всех пацанов Уже в 43-44 году И начали отправлять по военным училищам Вот так было с моим отцом Его где-то там откопали на фронте Отправили в военно-морское училище в Питере После этого он учился в академии После этого он стал инженером-подводником После этого он служил на Кольском полуострове Для меня так и остается загадкой В Североморске? А? В Североморске? Да, вот, для меня загадка Или это был Североморск, или это был Северодвинск Их там было два или три Северодвинска Два или три Североморска В общем, там были станции секретных подводных лодок И вот мой папа, то есть был чистый Абсолютно с промытыми советской системой и коммунизмом мозгами И я только могу себе представить, что он испытывал Потому что он никогда в жизни ни одного раза не сказал Ни Сергею старшему брату, ни мне Какую, наверное, мизербл лайф мы ему сделали В связи с тем, что вот мы были такие вот антисоветчики Никогда, ни одного слова, никогда нас не упрекнул И память ему за это... Смотрите, но он приехал все-таки сюда потом? Да, ой, с его приездом еще одна история Значит, так как он был моряком-офицером Он дослужился до капитана первого ранга Он в силу своей абсолютно русской фамилии Не получил Ленинскую премию Его Хрущев вычеркнул из списков Ленинской премии Как военного моряка Потому что, ну, вот фамилия не входила Но дело даже не в этом Когда он, когда родители уже переезжали сюда Мы уже здесь все жили Нас три брата Значит, все, что он с собой вывозил Из Великого Советского Союза Это были его ордена, медали, там куча всего Можно вывозить? Тогда нет И он с собой вез свой морской кортик Дело в том, что для моряков в корте Нельзя, нельзя Сегодня уже опять можно И тогда, оказывается, тоже можно было Но, когда вот он в Шереметьево Его... Шмонали Шмонали Ну как, евреи выезжали Да еще пожилой, пенсионер Но он не в форме ехал? Нет Он уже до этого 20 лет уже был Больше, чем 20 лет Уже в отставке был И они там чуть ли не чемоданы распарывали Искали золото, монеты И когда Нашли его ордена, которые он не прятал А они просто лежали в чемодане И говорят, что нельзя вывозить ордена А там боевые ордена Включая орден Ленина И стоит какой-то сопляк лейтенанта Или старший лейтенант И начинает над отцом издеваться И говорит, что это все нельзя Это принадлежит, мол, стране, а не вам Отцу, конечно, стало обидно Что он воевал И всю жизнь пахал на эту страну И тут стоит какой-то сопляк И вот так издевается И отец говорит Да подавись ты этими орденами Плевать она не хотела Раз вот так страна относится к своим людям Но когда дело дошло до кортика Ему сказали, что у него сейчас отберут кортика Если он не отдаст, то его вообще арестуют За ношение холодного оружия То есть это уже доходило Это дошло просто до дикости Кончилось с тем, что кортик у него отобрали А для моряков Кортик, они клялись На кортике служили Ну подожди, ну система Ты расстаешься, ты к ордену все-таки дали вывезти? А? Нет Ни ордена не дали не вывезти Ни кортик не дали Но можно было оставить это кому-то Кто тебя в сопровождении Провожал? На самом деле можно Но это в данном случае Это было уже 20 с лишним лет назад Просто отец, который никогда Никогда в жизни не сказал плохого слова О Советском Союзе Потому что он был частью этой системы Он воевал Коммунист, активный И он швырнул этот кортик Ну я имею не в прямом смысле слова В лицо швырнул кортик Этому лейтенанту сказал Да подавись ты вместе с этой системой Один раз в жизни он сказал Это мне мама потом рассказала Я не присутствовал Один раз в жизни он сказал Чтобы эта система сдохла И повернулись И они с мамой пошли дальше И бросил ордена Бросил кортик Это было эмоционально Но потом уже, когда они здесь оттаивали Они могли бы потом И потом я папе говорил Что пап, давай мы сейчас попробуем Мы можем нанять там людей Типа сыщиков частно Они найдут Где твой кортик Они все именные На них номера И привезем Отец говорит Дело, говорит, не в кортике И вот с такой обидой Всю жизнь прослужив этой страной В последнюю минуту Они ему вот Знаешь, в какой момент Мой отец решил уехать Он не хотел уезжать И у него не укладывалось Вообще в голове Он был частью этой системы Он прошел от ФЗУшника Который в 14 лет начал по-русски говорить Его отец послал Отец коммунист Был директор Комхоза еврейского Послал ему в отецу ФЗУ учиться И он там начал в 14 лет По-русски хоть как-то говорить И войну прошел И он все Ну, я просто чему рассказываю Что И когда мы уезжали Он должен был подписать Отказ от претензий материальных У него был инфаркт И уже подписывал не он А вот мой товарищ Который за него подписывал Там нотариус Там все дела Ну, в общем, жизнь молодесела И мы уехали И через два года Они приехали к нам И что произошло Значит, ООН Поскольку он там служил В МВД И он был приписан В госпитале В МВД И он как-то очень ценил Эту привилегию То есть для него Это было очень важное Важное привилегие Стравоохранение И у него была тяжелая болячка Ему надо было Прооперировать Аденому Предстательные железы Но они не могли Этого сделать Потом где-то за взятку Какую-то нашли В госпиталь Его забрали Опять какие-то там Евреи Какие-то его там Что-то как-то проберили И он 10 лет из дома Не выходил В общем, это кошмарно У него состояние было Физически очень плохое И его иногда Поддерживали Там как-то в этом госпитале И году в 91-м И там 92-м Это было Он как-то очередной раз Туда пришел Он же молодой еще был Мужик-то ему там Сколько-то ему там Был там 60 лет Он был как я сейчас И ему говорят Моложе И ему говорят Ну чего вы сюда ходите Сказали ему Говорят Здесь же не дом престарелых Говорят Помочь мы вам не можем Понимаешь Человек Подполковник Всю жизнь И так далее И так далее И вот когда я ему сказал Здесь же не дом престарелых Ну что вы сюда ходите Понимаешь Вот у него что-то лопнуло И он сказал Едем И когда уже мы Когда он уже гражданство принимал Я ему говорю Отец Я говорю Зачем тебе А он сидел Учил там Это знаешь Вопросы к экзамену Я говорю Что тебе Зачем Он говорит Ну подожди Он говорит Ну как-то Вот ты молодой Ты работаешь У тебя там какие-то дела И так далее У меня же нет Никакого способа Выразить признательность Этой стране Которая для меня Я столько сделал Он говорит Ну я так я пойду Хоть экзамен Знам подготовлюсь Там гражданство Прямое Это мой способ У меня другого нет Понимаешь Я чуть не разревелся И это люди Которые Они вот это все Прошли Понимаешь И Это вообще Отдельная история Совершенно И никакого Интервью не хватит Возвращаясь Кстати К этой Теме Когда мои родители Уже были здесь И они ни одного дня Не работали В этой стране Они ничего Для этой страны Не сделали И получили пенсию И когда папе Делали сложнейшую операцию По реплейсменту Вот где это Тазовый Вот этот вот Механизм Страшная штука Страшная штука И Когда я потом Подписывал бумаги И А это уже тоже Много-много лет назад И я подписывал бумаги Стоимость операции Была 320 тысяч И мы не заплатили Ни копейки И я тогда подумал Сам для себя Что вот это то За что я эту страну Люблю Хип реплейсмент Да Хип реплейсмент Папа для этой страны Ничего не сделал Ничего Он никогда не заплатил Ни копейки налогов Он никогда не работал Ему дали пенсию И ему делают такую Он никто Нигде и никак Для этой страны И Забота О пожилых людях Какая была здесь Мы сейчас можем Начать спорить О медицинских страховках Для пожилых Что бы не хотелось бы делать В то же самое время Когда Мой папа был В Советском Союзе И ему Не дали вывести Его морской кортик Что для Морских офицеров Самое главное Вот я сравнил Просто Эти две Два момента Когда мой отец приехал В то время Были так называемые Медицинские рейсы Ты знаешь Там Когда с врачом Он ехал Его все время Сопровождал врач Он выкатил Его из самолета На коляске И отдал мне Вместе с коляской В аэропорту Сан-Франциско И так далее И мы тут же Оказались у врача Тут же это все И в течение Буквально месяца Ему сделали Четыре Здесь называется Байпас А там это называется Шунтирование Коронарных сосудов Ему сделали Три байпаса Слова я уже Не слышал Ну что делать Ему сделали Это шунтирование И я помню Что примерно В это время Ельцин То ли он летал В Германию То ли они прилетали В Россию Чтобы Ельцину Эту операцию Сделать Ему сделали В госпитале Естинцевского университета Где сделали Первую в мире Операцию на сердце И сделали бесплатно Собственно С них и нечего Было взять Но тут же Поставили Мимо всех Очередий На самом деле Это не есть бесплатно Бесплатно Мы все платим Ну конечно Но не пришлось Физически платить За этот президент Ну человеку Конкретно Я просто чему говорю Он после этого Еще 20 лет прожил А там он уже Фактически Все уже был Уже все И я к чему Самое Мы так как бы Начали с одного Уходим все время В сторону Потому что Не получается Это поколение Которому мы должны Как бы Отдать то что Положено Да Должно Преклониться Перед поколением Во всяком случае Наших родителей Абсолютно Нужно Независимо От нашего отношения К разным системам К любви Или не любви К коммунизму К сионизму Или антисемитизму То через что Прошли наши родители Реально Трудно себе В жизни Трудно Скомпилировать Вообще Как они Вообще Жили И Насколько Жизнь Поменялась Плюс к этому Очень интересная Особенность Вот этого поколения Наших родителей То есть Они Были Последним поколением Которые еще Содержали своих родителей И первым поколением Которые содержали своих детей То есть На них Одновременно Легло Родителей Довести И нас тоже Это правда Вот поэтому Это очень интересно Да Но так Дело в конце концов Не в родителе Опять В сторону отойти В 2004 А Байзэуэй Прежде чем я скажу Вот этот момент Значит Мне бы очень не хотелось Чтобы У зрителей Которые слушают нас Или в частности Меня Возникло ощущение Что я Ненавижу Россию Или я ее не люблю Это неправда Я Безумно-безумно Люблю Россию Потому что Россия Я в ней родился Я в ней Вырос Ну вырос я Наверное больше здесь Но Потратил Больше половины Активной своей жизни И я очень люблю Россию Дело в том Что Россия И политическая система Это две разные вещи Ну они же Все время пытались Навязать Что скажем Белогвардейцы Они не любят Россию Потому что они не любят коммунистов Да Те кто допустим Там Сражался против большевизма Они не любят Россию Или там украину Там и так далее Ну опять Это же политические навязки Правда Когда нам что-то навязывают Нет Они и сейчас то же самое делают Это всегда так будет Да И я всегда Россию Очень любил Люблю И я ее очень буду любить Другой вопрос Как я отношусь К политической системе Или там К власти Или к президенту И так далее И тому подобное Это не имеет никакого отношения К моим чувствам К этой стране Так вот О примере В 2004 году Я первый раз То есть больше Чем 10 Плюс years Жизни в Америке Я поехал Первый раз в Россию А я на 2003 Ну вот Ну и конечно То что это был Нереальный шок Как все изменилось И я не хочу сказать Что в лучшую Или в худшую сторону Стало по другому По сравнению С 80-ми годами Которые у меня были А в каком году уехал Дело в том Что я сложно Очень уезжал Да Ну покинул Как бы Россию Или приехал в Америку Все-таки разные СССР СССР Грубо говоря Я покинул в 90-м году И мы в 90-м Окей Вот А сюда я приехал позже Потому что я еще В Прибалтике жил А в Финляндии жил То есть были какие-то Тоже не очень интересно Так вот Когда я в 2004 году Первый раз Приехал в Россию И в общем-то Приехал с кредитными карточками Поменял в аэропорту По-моему Первые 50 долларов На какие-то Русские рубли Чтобы хотя бы Доехать Из аэропорта Но дело не в этом И в первый день Я Я вырос На улице Горького На Тверской Где там конкретно На Маяковке Между Маяковской И Белорусской Следующий дом был Потом построили Он назывался Дом Пугачевой С магазином подарки Вот я жил в следующем доме Не я Родители жили Это их был очаг И я там вырос Ну и в первый же день Когда я прилетел Джетлаг Спать не могу Я пошел туда гулять И Перехожу По подземному переходу Да Был шокирован В это время Количеством Бездомных Попрошая А еще эти с плакатами А с плакатами ходили В общем В полном шоке От всего Плюс Уставший Не спавший Перемена дня Ночи И Иду по переходу И вижу Что в переходе Стоит бабушка Которая просит Милостыню Я не знаю Милостыню Правильное слово Подаяние Подаяние просит Причем В отличие от всех Этих вот Бездомных Попрошаек Она была Чистенько одета Она была в пальто Пальто с этим Воротничком Каким-то меховым Уже сильно вытертым То есть Было видно Эта бабушка Эта женщина Явно отличалась От Той попрошайнической Мафии Которая В это время была В Москве В России Не знаю И она меня чем-то затронула И я к ней подошел И я у нее спросил Бабушка А что вы здесь делаете Почему вы просите Деньги Она мне рассказывает Историю Что она всю жизнь Поработала учительницей В Москве Коренная москвичка Отсюда в общем И чистота одежды Пусть и старая Потрепанная одежда Муж ее тоже был учителем И они вот так Познакомились еще В педагогическом институте Поженились И сейчас ее муж Очень сильно болен И у них Нет денег на лекарства И она стоит В переходе Просила деньги на лекарства У меня все Что у меня было Вот эти Там 50 долларов В рублевом эквиваленте Я конечно все Я это отдал Но Мне стало безумно Безумно обидно Даже не за эту бабушку И ее мужа Как за ту систему Которые людям Которые всю жизнь Вкладывали себя В эту систему И она их просто Элементарно Выплюнула И вот так Выбросила на улицу Чтобы они просили Ребята у нас в Америке Тоже есть бедные И попрошайки На улицах есть Ну а система Вот Система под этим Немножко другая И большинство попрошаек И бездомных у нас На улице Это их собственный выбор Знаешь еще что интересно За год до этого Я был в Москве И собрались мои одноклассники И там была девочка Ну женщина Девочка Мы учились в одном классе Она По-моему единственная Из всего класса Она учительница Все остальные Там чем-то еще занимаются Физмат школы Там все дела Она пединстуд закончила Хорошая Славная Она учительница И Мы перед этим Зашли В такой ресторанчик Елки-палки Вот дочь посоветовала Говорит Зайдите Елки-палки А люди Которые там были Мы говорим Где тут Елки-палки Миша Это не вашего уровня Ресторан Ну что вы Ей богу Ну что Ну короче Мы пришли В эти елки-палки И действительно Там прикольно Там было Очень прикольно Вот И буквально За десятку Значит там Так 8 долларов Там 2 подхода А за десятку Там были За 12 долларов Unlimited Unlimited Да И вот мы там Значит Кутили Разгуляющие Да И я был В совершенно Таком прибуденном Состояние духа И когда уже Одноклассники Значит собрались И я там Вот так рассказывал Вот И Потом мы с ней Поговорили Она Учительница Она получала Из расчета 150 долларов В месяц У нее была зарплата Ну это был 2003 год 150 долларов И тут до меня Дошло Да А у нее еще Частные уроки Она Какие-то Частные уроки По математике Я не знаю Что зарабатывает Но тут до меня Дошло Что она Например Не может Взять ребенка И пойти Вот там 20 долларов Отдать Просто сходить Что для нас Ничего было Учитель У нее уже Там 30 лет Стажей К этому моменту Учительского Понимаем Там 25 Но Но Хорошо Жить здесь И здесь Есть люди Которые Плохо Живется Которые Ненавидят И у меня Куча Примеров Таких Есть Видно Для разных Людей Разные Между прочим Когда я Приехал В Америку Вот если Меня спросите За что Я люблю Америку Помимо Того Что она Сделала Для моего Папы Вот Мое Персональное Мироощущение Восприятие Как только Я приехал В Америку Я сразу Успокоился И мне Пересталось Быть Хотеть Революционером Если До этого Я везде Где только Мог Делал Революции Начиная Вот Университет Вся эта Глупость Когда вы Помните Что нельзя Писать Против Системы Это так же Как писать Против Ветра Правда Система Тебя Перемолотит Любого И Потом Когда Меня уже Не было В Финляндии В Прибалтике Я этим Занимался Когда Литва И Эстония Откололись От После Беловежского Мира Когда развалился Советский Союз Я в это Время Был там Я принимал Участие В становлении Их Независимости То есть Глупость Был Просто Революционер Как только Я приехал В Америку Я сразу Успокоился Мне сразу Захотелось Перестать Делать Революции И я сразу Вспомнил Что у меня Есть семья Что у меня Есть дети И Наверное Вот это То что я Сеттл Даун Сам по себе То есть Или это Здесь вообще Как-то Нереволюционно И нет Желания Желание Пропадает То есть И Вот только Поэтому Мне эта Система Так безумно Понравилась Что я Оказался В ней Как рыба В своей Воде